Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров, 226 выпуск на канале Шах и Мат, 6 марта 2021 года. Ну, конечно же, я начну с совета. Канал Метаметрика. Интервью с Сергеем Михеевым просто бомба. Набирает просмотры, набирает комментарии, вполне справедливо набирает оценки, такие глубокие оценки, почитал я комментарии. Сергей Михеев, канал Метаметрика. Подписывайтесь на канал Метаметрика. Скоро там еще один товарищ появится на канале Метаметрика. Ждем кота Костяна. Саша приболел, скоро будет, не переживайте. Подписываемся на Шах и Мат, ставим лайки, оставляем комментарии. Давно я вас этого не просил. Ну что, поехали. Так, у нас вообще, вот честно говоря, честно говоря, с новостями какая-то засада, какой-то вакуум жуткий, ничего интересного не происходит. Ну, давайте начнем вот с такой новости. Начнем с Никиты Джигурды. Подтырил я на канале Ильяса Меркури этот ролик. Я оторжусь тем, что мне предложили некие бизнесмены сделать, участвовать в фильме фэнтези. Как бы не на земле будет событие происходить, а в астрально-ментальных мирах. Я утвержден имя на роль, как ни странно, Иосифа Сталина. Я готов побриться, построиться, ну, классический фильм. То есть, когда через современную форму будут донесены главные посылаты Иосифа Сталина. И они, на мой взгляд, сегодня актуальны, как никогда. Чтобы они были понятны молодым людям. Чтобы они были понятны и упакованы в сегодняшнюю форму. Я знаю, я владею, да, интернет, информацией, вирусными технологиями владею. И я знаю, как для сегодняшнего молодняка важна форма. Да, когда звучат советские песни на митингах, то ли коммунистов, то ли сталинистов. В аранжировке советской они не могут пробить молодняк, потому что они уже привыкли к другим звукам. У них клиповое мышление. Тик-ток по 15 секунд делает... Никита, найдите в себе силы отказать бизнесменам и не соглашайтесь на роль Сталина. Ну, во-первых, вы не подходите по антропометрическим нормам, да? Второе. Вы что, хотите стать вторым Сергеем Безруковым, который играл Высоцкого в этом гриме? Вы хотите, чтобы из вас сделали силиконовую куклу? Не надо. Не надо. Откажитесь. Я вообще посмотрел на это сборище коммунистов. Знаете, Геннадию Андреевичу Зюганову удалось то, что не удавалось многим. Он реально превратил Коммунистическую партию Российской Федерации в сборище клоунов. Натуральных клоунов. Я посмотрел на эту тусовку. Это же чистые воды ряженые. Красные курточки вот эти вот, шарфики красные повязаны, гвоздички у них в руках. Несут они такую херню, от которой уши вянут. Геннадий Андреевич, может, распустите, а? Распустите. Самораспуститесь. То есть вы-то распустились уже, и ваши, значит, соратники и коллеги. У вас кого там только не было. И Шевченко там у вас интернационал пел, да? И Грудинин. Ну, хорош, не позорьте коммунистов. Не тех коммунистов, которые союз разрушили. Такие же, как вы были. А тех, которые были, ну, со стернем. Так, ну что, к нашей любимой, к девочке нашей. Танечка Фокки-Вульф. Вот, Господь, конечно, бывает не милостив ко многим людям. Вот, можно сказать, всем обделил Танечку Фокки-Вульф. Она же Фельгенгауэр. Вот, ведет она на эхо какие-то программы, чувствует себя звездой. А на самом деле является инструментом в руках старика Харася, Алексея Венедиктова, да? Как сказала бы Невнин Новодворская. А вот, Танечка, Танечка пишет. В честь праздника сегодня солнечная погода. Приятно. Знаете, какой праздник праздновала Танечка Фокки-Вульф? А вот какой. Тут пишет Андрей Коняев. С днем смерти Сталина вас всех. И помните, перо сильнее автомата. Ну, что можно вот после этого о вас сказать? Можно абсолютно по-разному относиться к фигуре Иосифа Виссарионовича Сталина. Абсолютно по-разному. Можно указывать на какие-то недочеты. Можно восхвалять. Но радоваться его смерти, годовщине его смерти, могут только натуральные упыри. А у меня один вопрос, господа Коняев и госпожа Фельгенгауэр. Хотя какие там господа. А почему вы не отмечаете день смерти Адольфа Гитлера, от которого вас спас Иосиф Виссарионович Сталин? Почему вы не радуетесь день рождения Гитлера, Бормана, Мюллера? Потому что нужно показать вот всю свою внутреннюю гниль. Вот мы такие плохие, мы мерзкие. Мы знаем, да, но мы вам будем это еще и транслировать. И знаете, что я вам скажу, Таня Фельгенгауэр? Венедиктов, он все-таки же стратег. Он же вас зачем там держит? Вот есть я, Алексей Алексеевич Венедиктов. А вот вокруг меня вот эта вот шалупонь. Эта перхоть подзалупная. Таня Фельгенгауэр и прочие. Блогеры эти, Гудковы, да? Он же специально это делает. Или у вас что-то было, Таня? Отхарасил, небось, а? Признайтесь. Мерзко. Вот правда мерзко. Там еще много интересного в блоге Танюхи. Ну, да ладно. Идем дальше. Ну, как я уже, значит, привык. Литовская разведка заявила о провокации с двойником Пригожина в Виннюсе. Литовская разведка утверждает, что двойник Пригожина, не Иосифа, Евгения, появлялся в Литве и фотографировался на фоне правительственных зданий. А? Ну, по мне, если действительно так. Прикол. Почему нет? Прикольно, нет? А куда же смотрела литовская разведка? Почему не опознали? Евгения Пригожина. Разведчики. Раз уж вспомнили Литву, вспомним и бывшую главу этого государства, Далю Грибу Скайта, которая решила привиться британской, оксфордской вакцинкой. Но странно она прививается. На камеру. На шприце. Колпачок. То есть, боится. Даля Грибу Скайта. Действия. Вакцин, которые так были разрекламированы на Западе. Я могу сказать вам определенно. Лучше российских вакцин, и это не просто мое измышление, не просто мои догадки, не утверждение на пустом месте, а мнение специалистов, с которыми мне удалось пообщаться. Лучше российских вакцин нет и вряд ли будет. Могу вам еще одно доказательство привести. Пример Словакии, фраза «Я не убийца» исключил отказ от спутника Ви. Пример Игорь Матович исключил возможность отправки препарата, который будет спасать жизни, обратно домой. Евросоюз ведь менжуется. Им обидно признать свою полную научную несостоятельность перед нашими разработками. А Словакии делают разворот в сторону Востока, как и Венгрии. Это только президент Эстонии. Кэсти Каллилай, она говорит, пока не пуд, это отопление, никакой вакцины не будет. Правильно, все там, пусть леды умирают. А, кстати, по заражению, по заболеваемости, миллионная Эстония сравнялась с Москвой. А в Москве, я думаю, миллионов 20 есть. Ну, это вот по поводу вакцин. Так, что там у нас еще? Клабхаус. Ну, я же посвящал Клабхаусу несколько минут в нескольких выпусках. Вы знаете, на мой взгляд, соцсеть это помры. То есть, нету ее больше. И я, написал оду Клабхаусу, которую вам сейчас и зачту. Я, допустим, туда практически не захожу, но был, кстати, на днях интересный момент. Дожили мы. Знаете, что мне написал товарищ? Миш, привет. Видел тебя позавчера в Клабхаусе. Видел меня в Клабхаусе. То есть, появилась информация, что я зашел и вышел. Мы дожили, мы не видимся в реале, мы встречаемся, не встречаемся даже, а меня просто заметили в Клабхаусе. Ну, ладно, вот до Клабхаусу. В Клабхаус вечером зайдешь с дневной усталостью в кармане, а там восторженный пиздеж, там правят балынфо-цыгане, там феминисток слышен вой о том, что нет мужчинам веры и что лобковою травой давно телес укрыт из скверы. Им вторит юноша-веган, всем объясняя час за часом, чем предпочтительней банан перед мужским стоячим мясом. Там Венедиктов и Альбас, Киркоров, Галкин, Трансвеститы, там Шендеровича Матрас, терзают клочья московиты, там обсуждают цвет помад, там истерит задрот эколог. Простите, нахуй сей формат, пойду смотреть на инстателок. Ну, вот такое стихотворение, посвященное Клабхаусу. Скорее всего, потому, что он загибается, этот Клабхаус. Несколько дней кипят страсти по печальному ангелу, которого установили в Санкт-Петербурге. Скульптура, посвященная погибшим врачам. Вы знаете, может, сейчас мода такая на уродство, на уродство в камне, на уродство в бронзе. Вот смотрите, что пишет Борис Вишневский, депутат питерский. Сегодня вечером на Карповке. Печальный ангел. Шарфик, который мне доверили ему повязать, пока на месте. А вы думали, украдут? У нас же в кругом ворье. Вы же не воруете, господин Вишневский, нет? Дорогие Гали Артеменко и Ира Маслова, спасибо вам еще раз. И плюньте на троллей. Пусть они подавятся своей ядовитой слюной. То есть вы будете пропагандировать господин Вишневский вот этот кошмар. А что у ангела с носом? Шайбой перебили? Или в боксерский ринг вышел? Он не похож на ангела. Он похож на какого-то средних лет урода с крыльями. Ну, вещь аж нужно называть своими именами. И это не искусство. Я знаю историю скульптора, царствия ему небесное, который его извоял. Но не надо играть дешево на его смерти. Вот, дескать, он умер от двусторонней пневмонии, но оставил о себе память, оставил вот этого ангела. Дешевая это игра. Красиво можно играть на настоящем искусстве, на настоящих скульптурах и не играть, а просто вот так сказать. Это дар. У художника был божий дар, а это дар городу, который станет его историей. А когда масса людей кричат, что это урод из бронзы, значит, он урод. Так, что там у нас дальше? Ой, у нас знаете, что есть. У нас появился Антон Орех, президент без гарантии. Антон Орех разразился, значит, колоночным спичем блогерским на сайте Эхо у старика Харася. А вы еще говорите, зачем нужны пожизненные гарантии президенту? А вот затем всяко в жизни бывает. Большая власть, это большие соблазны. Саркази этим соблазном, судя по решению, суда подался. И важно даже не то, сколько он реально проведет в тюрьме. Приговор не самый жесткий. Важно, что это возможно в принципе. Что пост президента не просто гуляй, рванина, огромные полномочия и власть с ядерной кнопкой по другой, а ответственность, которая однажды наступит, если ты вел себя плохо и заигрался в царя. Вопрос, ставший мемом. Хотите, как во Франции? В этом смысле имеет четкий ответ. Конечно, не хотим. А вы хотите, как во Франции, господин Орех? Потом, что за гуляй, рванина? У нас что, во власти рванина? Вы что, серьезно? Вы хотите, как во Франции? Да ради бога. А вы знаете, что во Франции уровень антисемитизма зашкалил так, что там евреев практически уже не осталось? Благодаря ребяткам в канареечных жилетах. Не знаете? А вы давно были в Париже, господин Орех? Или в Марселе? Ну, вы же хотите, как во Франции? Во всем хотите, как во Франции? Французские президенты вообще всегда жили как под колпаком. Почти про каждого ходили какие-то сплетни. Истории про женщин и прочие виды наслаждений. Оля-ля! Господин Орех! А про этого-то ходят нынешнего. Не про женщин? Понимаете? Тоже хотите, как во Франции? Чтоб президент был таким сладким. А? Господин Орех. И вот он размазывает эту кашу по краешкам тарелки. Я вообще не могу представить себе судью в Российской Федерации, который бы взялся на полном серьезе врезать не только, влезать не только в президентские дела, но и так далее, и тому подобное. И вот заканчивает. Заканчивает то тем, что они действуют только до тех пор, пока, ну, это гарантия, в власти находится либо сам гарант, либо его команда. Но если ситуация крутанется резче и в Кремль на конях въедут какие-то противоположные товарищи, то все гарантии будут отменены в тот же день. Потому и живем мы при несменяемой десятилетиями власти. Она сама себе является лучшей гарантией, не доверяя никому. А, господин Орех, кстати, нынешний президент России Владимир Владимирович Путин сдержал свои обещания по гарантиям президенту Борису Николаевичу Ельцам. Сдержал же. А ведь мог бы не сдержать. Потому как, в моем понимании, Борис Николаевич Ельцам был предателем и врагом народа. И гарантии в отношении Горбачева, они тоже сдерживаются. Господин Орех, а вы жаждете крови. Вы не придете к власти никогда. Сын аппаратчика господин Орех. Кстати, ваш папа был достойным человеком, ну, на мой взгляд, в отличие от вас. Хватит писать эти. Вы понимаете, господин Орех, вы вами восхищались, восхищались, а потом вы стали предсказуемым и занудным. Вот вы крутите, крутите эту шарманку, а она уже откровенно поднадоела. Ну, что там у нас дальше? Нет, я не буду, не буду отказываться от этого паразита. Так, что-то, ой, это, может, еще что-то у нас есть? Ну, да, тут вот упыри написали, она ведут, а тут накидывается на Татьяну Толстую. А, значит, в Раде попросили украинцев готовиться к голоду. Ну, Кличко к земле просил эти к голоду. Но опять виноваты будем, конечно же, мы. Терре, это снова я, ой, самолет изобразил в небе, на Тестуоне вулькарный рисунок. Ой, ёптой мать. Это, знаете, вот это лир джет поднялся, да, в воздух, и вот, вот это изобразил. Только это, вот я, знаете, говорю, хуйня муня, я как будто, знаете, предсказываюсь, вот посмотрите. Значит, на высоте четыре тысячи, значит, двести пятьдесят метров, да, он нарисовал, согласно там, рисовал изображение на высоте четыре тысячи, блядь, четыре тысячи, двести, да у меня что, это сапелявка, производила, это, я не могу говорить нормально по-русски, для формирования изображения пилот наматывал круги наярвом, да, а сам вульгарный образ, ну, называйте все своим именем, не вульгарный образ, а, хотя нет, хуй как вульгарный образ в эстонской журналистике, это можно сказать исследование, да, сам вульгарный, о, хуй как вульгарный, я никогда не даду, настоящие поэты и прозаики работают в Эстонии, на этот, вульгарный образ разместился, а как его вы в океину называете, интересно, если хуй вульгарный образ, она что, не вульгарный образ, или какой она образ, да, разместился от границ раплама и ярвама, простираясь цистюры до пайда и мяу, вы знаете, можно сказать вот так вот, что, где находится самый большой хуй воздушный в мире, он находится между раплама и ярвама, так сделайте достопримечательность, вы знаете, вот такую, запустите этот самолет, приводите и устраивайте показательные полеты, сегодня у нас в Эстонии каждую субботу, да, как и каждую субботу проходят показательные полеты, самолет будет рисовать хуй во время эякуляции, да, ну, дедородный орган, да, воздушный дедородный орган будет, ну, видимо, там пилот нарисовал, что, да, он еще и чем-то взял, что, я не похабничаю, честное слово, у меня даже, блядь, мыслях не было хуйотой, вот эту прохуйную муну, рассказать, но я просто увидел, я не мог пройти мимо, вообще у нас очень много, смотрите, да, испанские слизни, крематорий для испанских слизней, хуй в небе, да, ярвама, да, раплама, которые проходят через Тур, рипаиды, чего у нас только нет, да, ну, вы знаете, вот, конечно, как это говорили в детском садике, повторю, хомухо, да, кто первый хуй нарисовал, вот это надо найти в небе и вручить ему какую-нибудь летную, прилетную премию, да, ну, иху с вами, но не с ними, кура, дирайск, да, как-то интересно, да, ну что, подписывайтесь на Метаметрика, посмотрите интервью с Сергеем Михеевым, подписывайтесь на Шах и Мат, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Кота Костяна, не забывайте Сашу, подписывайтесь на Изоленту, на Меркури, и на Гаспаря, но я же, то я рекламирую все. Спасибо за внимание, для вас работал Михаил Шахназаров. Спасибо.